здравствуйте друзья с вами Максим Родякин Сергей Савчук Друзья вот хотелось бы сегодня обсудить такой вопрос как пандемия коронавируса и как она повлияла на тяжелую промышленность и конечно же добычу ресурсов на самом деле пандемия прежде всего влияет на базу база это у нас энергетика что происходило с энергетической отрасли в частности с нефтяной мы по весне все видели впервые в истории мировой нефтяной отрасли спрос упал сразу на 25 процентов такого никогда еще не было всем хочется верить что это никогда не повторится падение цены то какое мы видели это можно отдельно технотриллер снимать когда на американской Henry Hub газовой нефтяной бирже цены становились отрицательными это понятно потому что все карантинные меры приводили к тому что прежде всего останавливались личные автомобили никто никуда не ездил соответственно останавливалась промышленность не ездили никуда грузовики не требовался газ для выработки электроэнергии к чему это привело все видели очень много оптимистических идей высказывали поклонники зеленой энергетики о том что как раз сейчас когда никому не нужен ни газ ни нефть как раз сейчас вырастет доля зеленой энергетики ну как выяснилось что если нет спроса на электроэнергию то неважно какого происхождения на нее спроса нет тоже если говорить об оценках которые дают мы международное энергетическое агентство то падение объемов спроса на нефть и на газ должно состоять порядка 10 11 процентов на этом фоне достаточно неожиданно выглядят результаты которые показывает угольная отрасль люди тоже мы отдают оценка что падение будет не более чем на 4 процентов немножко феноменально но тем не менее тут нужно понимать что просто дается по миру в целом да и скажем так революция которую только говорили зеленые зеленые меньшевики она так и не случилось особенно особенно не случилось революция китая которые продолжают наращивать свою энергетику более того еще скажем так мину подложила япония который красот в 2020 штормящим году утвердил очередную программу строительство целого 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 ряда новых угольных электростанций на своей территории то есть соответственно очень много они по ним действительно утрасовременной то есть одно это тема для отдельного разговора потому что там есть о чем поговорить действительно очень интересно именно поэтому падение будет всего лишь прогнозируется 4 процента что касается россии то буквально недавно было у нас было за последнее заседание министерство энергетики до отчетное за три квартала текущего года и по прогнозам значит россии производства угля именно производства планируется это в пределах 12 процентов падение что если зная цифры общий дат получать где-то порядка 35 40 миллионов тонн вот естественно уголь у нас еще еще более более заторможенный в плане ценообразования от нефтяной базы да мы знаем что газ цена на газ колеблется где-то слагом 5-6 месяцев да то соответственно цена образования на угля колеблется где-то еще с запасом в 3 месяца поэтому если мы отмотаем назад то получится что у нас пиковое падение ожидается где-то как раз в районе нового года напомню что год назад в среднем в среднем тонна угля энергетического торговалась это в среднем 110 долларов за тонну кокс где-то в районе 185 долларов за тонну и причем самое что интересное если энергетические угли из-за пандемии упали в цене то кокс не упал чему способствовало способствовал рост спроса в индии индия решила под шумок коль во всем мире то падение мы реализуем государственную программу и станем главной стратегийной державой мира и поэтому соответственно индусы в прошлом году приезжали на восточные экономические форумы они были в этом году у нас и вообще они ездят по миру и смотрят где можно купить угля подешевле более того совершенно неожиданно очень русский уголь оказался основным продуктом поставок в турцию вот причем совершенно нежданно негаданно хотя там экспорт наш небольшой там как всего лишь двух миллионов тонн и тем не менее теперь мы главные поставщики угля в турцию а случилось это благодаря тому что наконец-то было было достроена и модернизирована южная ветка так называемый южный ход железнодорожный да и соответственно экспорт ведется через наши южные порты включая на российск поэтому на сегодняшний день опять же на последнем мы как люди да нас обычно ругают что что же вы такие вот нехорошие ну писатели да все хвалите россии вы крайне молодец пришло время для предметной критики поскольку на последнем заседании министерства энергетики российской федерации идея взоркий глаз спустя три дня увидел что в тюрьме нет одной стены да министерство энергетики российской федерации в ноябре 2020 года поняла наконец-то что продавать один уголь без ничего как то уже больше не получается да и все таки нужно делать пакетные предложения что нужно уголь все таки глубоко глубоко перерабатывать а если продавать то продавать комплексное решение например сразу сразу с новыми ТЭЦ и ТЭС на ультрасверкетическими котлами продавать продукты обогащения угля то есть от кокса там и заканчивая пенопластом и целлофаном даже вспомнили что есть такое слово как угольная химия да то есть неожиданно в двадцатом году вспомнили что оказывается у нас есть углехим да который в России находится в загоне вот и вспомнили о том что оказывается из угольных хвостов можно добывать метан так называемый мук метан угольных хвостов да который проект который кстати был реализован еще абсолютно успешно был реализован еще во времена когда на Кузбассе проявил Аман Тулеев и благополучно был положен под сукно вот соответственно будем что называется будем посмотреть насколько наши на наши власть поддержащие оценят этот анализ эти данные и соответственно как будет зависеть развитие угольной отрасли России тем более что опять же веки власти ранее наши угольные компании закончили его надо заканчивать текущий год очень по-разному то есть 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 компании которые демонстрируют однозначно позитивную динамику это например компании полу да которые в этом году вышли в абсолютный плюс достроили на Дальнем Востоке целый угольный порт свой собственный да то есть и на наращивать добычу на например и завозят централизованно в город Нерингре горняков целыми семьями строят для них дома есть компании которые в этом году ушли просто в минус банковицы например компания Кингкоу да например Восток уголь который после гибели своего руководителя господина Боссова непонятна их дальнейшая судьба соответственно непонятна дальнейшая судьба тысячи тысяч людей которые работают в науке добычи поэтому тут есть еще один момент у у нас все-таки 60 порядка 60 процентов угля на территории России добывается на Кузбассе если кто-нибудь посмотрит на карту то от Кузбасса что до наших западных морей что до восточных приблизительно одинаковое расстояние поскольку Европа в этом году все активнее играет в декарбонизацию энергетики там объем спроса уменьшился но одновременно с этим вырос объем запросов на востоке к примеру в этом году Вьетнам два раза увеличил объем импорта как бы немного но тем не менее 60 миллионов тонн которые ожидаются по итогам 2020 года по сравнению с 30 то есть за год практически в два раза у Индии действительно растет спрос у них есть месторождение энергетического угля у них плохо с углом коксующимся который необходим для металлургии традиционно Индия его получала из Китая поскольку на политической арене произошли тоже события так скажем у них изменились отношения действительно в адрес России раздался запрос что для сталелитейных компаний Индии не хватает 44 миллионов тонн как Союзч угля в год на всякий случай напомню что в России по итогам 2019 было добыто 56 миллионов тонн то есть чуть ли не удвоить можно только за счет Индии но как выяснилось к подобного рода перетурбациям вот этим изменениям надо готовиться к комплексам понятно что угольщики могли выдать на гора много чего но поскольку российская железная дорога все проекты связанные с восточным полигоном как они его называют выполнить не смогла поскольку вот упомянутый Дмитрий Босов это был человек который обещал построить дублер северомойского тоннеля тоже не сложилось хотя там работы были начаты и грамотно-проходческий щит туда был доставлен сейчас все это в замороженном состоянии потому что у него есть прямая наследница его супруга есть предыдущая супруга и сын у них состоялось судебное решение о том что наследство должно быть поделено пополам были достаточно сложные отношения с компаньонами у Босова все это немножко провисло в результате да и даже экологические требования в портах на Дальнем Востоке стали выполняться значительно больше чем это было ранее но тем не менее просто не готова к тому что вырос спрос если смотрим на карту справа спрос вырос слева он упал а мы перекачнулся слева направо и не успели ну я от себя добавлю что это ежегодный бесконечный сериал по круче Марианны и богатые тоже плачут который состоит в том что ежегодно господин Цивилев да который у нас является губернатором Кемеровского Кемеровской области он наслед бьется с РЖД да и каждый год он просит квоты просит ссылки на перевозку и каждый год РЖД говорит нет в этом году опять же на волне спроса со стороны в том числе Китая да то есть просили увеличить квоты на провоз но во-первых Бадалово это шло практически полгода и на текущий момент отчиталось РЖД что просто физически уже не могут увеличить провоз потому что именно провозка угля и так является основным основным компонентом именно работы восточной нашей железнодороги то есть Трансиба БАБА и всего остального и РЖД смотря на карту России ничтоже сумняшись а предлагает кузбасским угольщикам возить уголь для Китая через Санкт-Петербург видимо самый короткий да просто потому что северо-западное направление РЖД как бы там есть есть возможность есть еще резервы вот поэтому пожалуйста из Кемерово на северо-запад в Санкт-Петербург и оттуда из услуги либо через северный морской путь пожалуйста доставляйте его в Китай на этой волне естественно ничего не получается и вот буквально недавно мы с Борисом чем обсуждали естественно подсуетились наши соседи то есть если не делаем мы делают наши друзья ну в хорошем смысле это слово например сейчас резко выросла поставка угля из Монголии в Китай причем поскольку они граничат да то есть там поставки осуществляются вообще совершенно фантастическим образом грузовиками то есть просто возят грузовиками хорошее месторождение около 100 км от границы там они планируют строить железную дорогу но поскольку везут на каверных самосвалах там в общем даже дороги особо не требуется китайцам будет проще переселиться и принять референдум и войти в состав Китая в Монголии свое мнение но если вот так сложилось то почему бы не увеличить экспорт если Китай просит а у нас есть возможность они совершенно правильно делают хотя по планам Монголии вот те деньги которые будут выручены за счет экспорта угля пойдут на значительное расширение в монгольской сети железных дорог где получат возможность поучаствовать и России РЖД наши вагоностроительные заводы и многие другие рассматриваются как основные потенциальные партнеры даст бог все это получится но опять же вот в советские времена был такой термин как межотраслевая балансировка если вы хотите увеличить объемы поставок на восток России значит надо комплексно не только решать проблему с добычей не только с проблемой строительства новых терминалов но еще и с доставкой В общем в современном мире логистика является царицей экономики и всего прочего потому что логистика опять же я скажу как по своей отрасли то есть именно по углепромову я могу сказать что в современном мире например поставки нашего угля в ту же самую Европу например не секрет что Польша закупает активно наш уголь то ценообразование логистическое может доходить до двух третей стоимости поставки то есть если например по данным 2019 года себестоимость добычи тонны угля гузбасского где-то колебалась в отделах 75-85 долларов за тонну то есть до доезжая до Польши ровно там доходило до 200 долларов за тонну соответственно то есть это все съедала именно поставка по железной дороге поэтому 2019 показал что нужно все-таки расширять как говорил товарищ Горбачев расширять и углублять если говорить об углублять то я могу только напомнить что у нас почему-то по такой реке как Амур судоходства практически нет вот есть нужды на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода вот от Устья до города Свободной видна углубительная техника нашлась и за навигацией следят и там все хорошо но тем не менее чуть выше по течению у нас нет ни судоходства ни рыболовства понятно что у Амура есть свои причуды он достаточно часто меняет русло понятно что это русло нужно постоянно углублять но это никто этим не занимается хотя на самом деле река Амур течет в правильном направлении она могла бы стать ну либо дополнением либо альтернативой тех возможностей которые есть в российской государстве тем более что во время строительства Амурского ГПЗ он показал что в принципе любые можно сказать любые грузы даже самые габаритные потому что доставляли там очень сверхгабаритные деметанизации и прочее их привозили на Дальний Восток и соответственно от морского побережья по рекам сплавляли то есть доходил он до практически границы с Китаем то есть маршрут этот живой то есть он может работать единственное что только нужно его проработать то есть вот пришел в город свободный гастром выяснилось что от свободного до моря Амур стал сюда ходом ну появилась необходимость и реализовалась это интересная тема друзья если вам нравятся наши выпуски подписывайтесь пишите комментарии пишите темы которые вам интересно разобрать также если вы относитесь к какой-то сфере производства вы работаете в какой-то сфере энергетики производства машиностроения вы можете связаться с нами и на коммерческой основе мы обсудим с вами возможности рекламы либо рекламной интеграции разберем интересную тему для вас и обсудим потому что наш проект работает для того чтобы доносить максимально широкую информацию максимально удобной для вас теме спасибо друзья до новых встреч до свидания